Вчера продлили содержание под стражей для Жени Берковича, режиссерки. Что вы думаете об этом деле политически? Есть ли шанс, что ее, ну, амнистируют в таком фигуральном смысле слова, если отпустят? Или это новое культовое дело, не знаю, про феминисток и терроризм, например, в этой вилке? Вы знаете, ни то и ни другое, ее, конечно, не отпустят. Ее, конечно, посадят, как и Светлана Петричук, и это дело не будет культовым делом. Вы посмотрите, пять лет длилось преследование Серебряникова, Кирилла Серебряникова, и пять лет это была первополосная новость. Для многих, для всех, то есть все это знали. А сейчас нет, сейчас нет. И мы пытались в Берлине устроить пикет у театра, где премьера, где публика, где немцы, чтобы хотя бы рассказать о том, что эта проблема есть, что в России это происходит. Но мы не смогли, вот даже среди активной части публики, ну да, все очень сочувствуют, но есть 4 июня, там есть вот такие пикеты, сякие пикеты, ну как-то на все не сходишь, не получается. В таких случаях молчание часто оправдывают тем, что адвокаты пытаются как-то договориться, но мне кажется, это такое ложное... Нет, 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 это дело не стало, хотя оно потрясающее, действительно, там есть, ну там полностью все в этом деле, и первый раз за пьесу, первый раз за театр, и там и дело феминизма, и мать, которая, многие говорят опекунство, не опекунство, удочерила девочек, которые сейчас где, собственно, что происходит со Светланой Петричук, вообще вопросов больше, чем ответов, и нет никаких... Ну а помните, помните эту двушечку «Пусть и райт», мы же там все были, все, мы ходили на каждое заседание, там же гяблоку было негде упасть у хамовнического суда. Да, репрессии, да, но и сколько можно, да, сколько... Мы за этих переживали, за тех переживали, но переживалка схлопывается у людей, вот Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», он все время говорит, я с ним совершенно полностью согласна, что неприлично не поддерживать политзаключенных, безусловно, но как только ты ставишь материал на эту тему, у тебя падают рейтинги, у тебя падает сразу число читателей. Да, очень хорошо, да, мы очень сочувствуем, пролистываем. Усталость, от этого усталость. И вот сейчас потрясающая совершенно премьера была в Гамбурге нового постановки Кирилла Серебренникова «Барокко». Вот только что премьера, вот сейчас во время суда, во время продления стражи Жени Беркович. И ведь очень многие актеры, уж точно большая часть публики, зала, прекрасно с ней знакомы и знают, кто это. Ну, помню, Кирилл Серебренников говорил в самом начале, написал очень большой пост, но вы имеете в виду, что у этой истории нет продолжения? Нет продолжения, нет продолжения. Но этот суд, я уверяю, вас заметили очень немногие люди. Да, продление стражи, да, продление стражи еще на два месяца, а может быть через два месяца отпустят. Нет, нет, не отпустят, не отпустят. Это все история очень надолго. А что мы можем сделать? А и правда мы ничего не можем сделать. Мы действительно ничего не можем сделать. Мы единственное, что можем сделать в этой истории, не оскотиниваться. Вот самим не оскотиниваться и все-таки попробовать и выходить, и вспоминать, и писать письма, и делать сюжеты, заранее зная, заранее зная, что их пролистают, причем самые сочувственные люди. Ну потому что просто нет сил. И эти сюжеты просто настолько похожи один на другой, несмотря на то, что действительно, что Женина дело уникально, ну так каждый уникально. Ну так каждый уникально. Что дело Карамурзы не уникальное? Уникально. Дело Яшина не уникальное? Уникально. Они все по-разному себя ведут. О всех можно рассказывать часами. Но каждый день случается такой пипец. То дроны, то Белгородская область, то запрещают видеосъемку. Вот-вот уже сейчас запрещают видеосъемку этих дронов. Куда и крестьянин попадаться? И вообще скоро будут паспорта от границы отбирать. Ну, Добиркович ли тут? Я хочу спросить у вас про такого очень известного политзаключенного Алексея Навального. Какой у вас прогноз по делу Навального? И даже хочу более точный, экспертный вопрос. До каких крайностей, по-вашему, ПСИН может дойти в его случае, учитывая условия его содержания, учитывая его постоянные шузо? Ну, вы знаете, здесь самый характерный ответ на этот вопрос, самый, наверное, точный, это то, что совсем недавно начальника УФСИН Владимирской области повысили, очень резко перевели в ранг заместителя директора УФСИН. Это означает для всех служилых людей, что вот то, что делается, все делается правильно, так держать, вот именно вот такой должен быть метод. До смерти его довести или до инвалидности, я думаю, здесь не принципиально. Я думаю, что нет прямого указания Путина его убить, а есть прямое указание, я не знаю, какого-нибудь начальника, главка ФСБ спущенная местным, что там типа, что-нибудь такое, и оно устное, конечно, типа, уконтропупить. И как хотите, так его и понимаете. Расшифровывайте этот глагол, как вам больше нравится. Ну, понятно, что контропупить, ну, например, да, ничего хорошего не значит. Я думаю, что новое дело Алексея Навального еще обернется прежде всего против его адвокатов. и не только против них, поскольку, ну, собственно, мы это видели в деле Кара-Мурзы. Госизмена, значит, сразу закрывается дело. Значит, разложение материалов из дела – это разложение государственной тайны. Алексея тоже сейчас будет гарнизонный военный суд, и дело явно будет закрытое. Допустят ли Алексея Навальный, чтобы мы ничего не знали про слушание? Нет, не допустят. Это означает, что он будет нам сообщать каким-то образом, что там происходит. Как сообщать так, что делать сейчас через адвокатов? То есть адвокаты будут рисковать, рисковать своей лицензией, ну, уж бог бы с ней, своей свободой, потому что положено за отношение государственной тайны на срок. Как это было у Вадима Прохорова? Я напомню, что Вадим Прохоров каждый день практически выходил и рассказывал, что происходит на деле Владимира Кара-Мурзы. Итак, мы с вами узнали о выступлении прокурора, который на закрытом заседании показывал обложку из фейсбука Владимира Кара-Мурзы, где он стоял вместе с Борисом Немцовым, и Борис Немцов показывал известную фотографию куда-то вдаль, типа, смотреть там ограждение, или там менты, или там солнце всходит, я не знаю там что. И прокурор сказал, что вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, зигует, вот Немцов зигует, рядом с ним, пожалуйста, стоит Кара-Мурза. И ведь то же самое было в деле Ивана Сафронова. Там тоже была госизмена, и команда Ивана Павлова тогда, команда 29, а позже первый отдел, была вынуждена уехать, у них у всех отняли лицензии. И Иван Павлов, например, нам рассказал, что в деле Ивана Сафронова в одном томе там или в двух томах пустые, просто страницы, просто чистые белые листы. Это называется уголовное дело. Конечно, они этого не хотят, и то есть уже сразу видно, жертва это будут адвокаты. Ну и, конечно, Алексей получит срок, который можно назвать пожизненным, безусловно. Это не означает то, что он действительно будет сидеть всю жизнь, потому что, конечно, все, как говорил философ Розенов, в России линяет за два дня. Вопрос в том, когда они наступают, эти два дня. Когда у нас будет линька, у нас сезона не очень, цикличность установлена. Я, увидев экспозицию ШИЗО в европейских столицах, которую сделали ФБК, это отличная акция, очень красочная, в смысле, очень такая буквальная, бьющая. Я вспомнила, как я в юности ездила в Аушвиц и Майдан к Польше. И это совершенно незабываемое ощущение, когда ты находишься в пространстве, которое на тебя физически давит. И я в этом смысле хотела еще задать вопрос. А вот человек может столько времени просто проводить в ШИЗО? То есть, по вашему опыту. Вообще, человек может очень многое. Надо сказать, что вот такая пытка, как помещение в ШИЗО, сразу же, когда человек оттуда вышел, она довольно распространенная. То есть, так делают. Но обычно так делают со строптивыми, не борцами, а со строптивыми представителей криминального мира, которые не хотят подчиняться унизительным, очень часто, приказам сотрудников СИН, и унизительным, и глупым. То есть, это на самом деле есть. Но таких людей все-таки поддерживает Блаткомитет. То есть, они все равно как-то облегчают им жизнь по-разному. И то, что ты сидишь в СИЗО, но при этом у тебя есть передачи, у тебя есть общак, греф, и с тобой общается вся зона, ты уважаемый человек, это все-таки совсем другие условия. Я напомню, что с Алексеем запрещено всем разговаривать. То есть, он уже два года ни с кем не разговаривал, кроме как с адвокатами. У него нет никакого контакта, нет общения. Это во-первых. И во-вторых, никакой общак, конечно, его не подогревает. Разумеется. То есть, его ситуация в этом уникальна. Вот такого мы не видели. На днях журналисты поговорили с женой Азата Мефтахова, Еленой Горбань. И та рассказала, вы, наверное, видели, да, как бисексуальность и интимные фото ее мужа использовали для тюремного давления и помещения его в касту так называемых опущенных. Насколько, хотела я вас спросить, это распространенная практика? Ну, вообще, это что-то новенькое. То есть, так, конечно, делают, но это считается западло и мусорское. То есть, если такое сделали заключенным, то есть, была какая-то провокация, именно вот мусорское со стороны ФСБ, Следственного комитета, то это не считается. Не считается. Считается, когда человек что-то делает по собственной воле, понимая, что ему за это грозит. То есть, уже с пониманием, что он уже знает, что этого делать нельзя, но делает. А это мусорское нет. Другое дело, что... Ну, вы знаете, сейчас... Сейчас... Очень изменились понятия. И, конечно, это очень нехорошо, что эти фотографии попали в поле зрения заключенных. Но, с другой стороны, это такая вещь... Это мусорское. Он справится с этим, я уверена. Хотя, это будет очень тяжело. В какой степени россияне, по-вашему, сегодня боятся тюрьмы? Вот, появилось много поводов, да, которые как бы вызывают у них эту, значит, сумму и тюрьму, да, в воображении. Отказ от мобилизации, политические действия, которые могут привести к тюрьме, да? Если я правильно помню, когда во время мобилизации люди говорят, да мы не можем же ослушаться, иначе нас посадят. Насколько они, по вашим ощущениям, сегодня боятся тюрьмы? Или это не самое теперь страшное место на Земле? Ну, вы знаете, во-первых, все-таки Путин, лично Путин, очень сильно постарался, чтобы русская тюрьма стала действительно одним из самых страшных мест на Земле. Оно таким и стало. С одной стороны. С другой стороны, я вижу изменения поведения тюремщиков. Вот сейчас с войной. Которые очень сильно подставлены, и поэтому им как-то сейчас совершенно неохота поддерживать репутацию самых страшных в мире людей. У них и так вообще проблем из этого хватает. А это все-таки работа. Делают какие-то страшные вещи. И потом, вы знаете, я, конечно, внимательно смотрю на Илью Яшина. Мы с вами знаем, что Илья Яшин искренний, давний, такой молодой друг Бориса Немцова. И известен случай, он так широко известен, конечно, Илья о нем знает, когда Владимир Константинович Буковский, когда встречался в Лондоне с Борисом Немцовым, сказал ему тогда фразу совершенно замечательного. Это перед самой была гибель ее, когда было открыто дело на Бориса. И он сказал Немцову, Боря, это надо было по молодости отсидеть. И у меня такое ощущение, что Илья Яшин себя к этому готовил. Просто готовил, как-то не отрицал возможность сесть на годы. Например, в отличие от Владимира Карамурзы, который себя к этому точно не готовил. И мне кажется, не готовил себя к такому Алексею Навальному. Они справляются, их поведение вызывает восхищение. А вот поведение Яши, оно такое какое-то профессиональное. Человек себя, вот да, он абсолютно был готов к тюрьме. И как, это вызывает уважение не только у меня, я вас уверяю, но и среди высокамерников. Я абсолютно с вами согласна, хотя это очень необычная постановка вопроса. Среди высокамерников, и среди тюремного начальства всех людей трогать не буду. не потому, что он революционер, Яшин там, или я не знаю что. Он же человек какой-то профессионал внезапно. Он закончил какие-то высшие курсы. Спасибо огромное, Ольга, за то, особенно, что вы умеете говорить о таких страшных вещах так остроумно и как-то блестяще. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok